Мы снимаем второй эпизод проекта «Голос. Поединки». Буквально несколько минут осталось до нашего выхода на сцену, и вот теперь начался настоящий мандраж. У меня два вопроса. Это через постель или за деньги? 14 октября мы снимаем второй эпизод проекта «Голос. Поединки». Баттлс. Не знаю, как. Короче, поединки. То есть сегодня уйдет половина команды. Очень печально это будет, потому что мы все подружились. Ребята классные, все очень талантливые. Но, тем не менее, правило есть правило, поэтому сегодня уйдет половина. Не знаю, есть ли там какие-то правила спасения или нет. А вообще сегодня последний солнечный день, а завтра будет уже минус один вечером. Поэтому вот доживаем, радуемся. Все пока трезвые. Ну, по крайней мере, насколько я знаю. И вот сейчас у нас грим, репетиции, съемки с ноги. Потом еще одна репетиция и потом уже съемки. Поэтому вы не думайте, что все так легко и просто, как видите по телевизору. Вы по телевизору видите уже выжимку, а мы вот неделю уже пиздецем. Ой, в смысле. Ну, как бы работаем. Достаточно долгий, кропотливый процесс, чтобы вы в конечном итоге увидели красивый продукт. Как мы хорошо поем, как музыканты здорово играют, как наставники шутят. Вырезают мат там оттуда все. Короче, ну вы понимаете. Как видите, не все тут люди в черном есть. Радужные, веселые. В смысле, не радужные. Типа цветные одежды, нарядные. Вот. А я что-то очень плохо спал сегодня. Лег в пол первого, проснулся в пол третьего. Сожрал весь холодильник. Потом уснул только, наверное, в 6.30. Поэтому мне только немножко... Надо, короче, холодной водой работать. Все нормально, прошел. Прошел отек. Пойдемся на грим. Чтобы вы понимали, мы здесь проводим целый день. Вот команда Сюткина, например, уже заканчивает снимать свои номера. То есть они здесь, наверное, с 9 утра. Я приехал в час. И закончим мы, дай бог, в 9. Вон Машка уже нарядная. Кто последний? Она любит. Я пока здесь. Я за тобой. А ты ко всем, да? К любому, да. Реально. Реально, у нас все почти кудрявые. 15.30, должны быть на сцене. То есть мы проходим номера наши, да, по камерам? То, куда смотрит, то, куда топает, да? Где жопу показывают. У нас есть не говорящие по-русски участники. Не северного Кавказа, а куда-то с Кубы или там такие на Франции. А вы это с 9 утра делаете? Вот эти штучки. Да какое только что на сцену. Я говорю, все кудрявые. У нас спонсор какой-то такой кудрявый. Забыл переодеть майку, потому что грим смажется. Опа! Не пали! Не пали! Не пали! Уйди, уйди! Опять курнулась утра? Да, да, да. Забел, что съемка. Артисты, что ли? Все снимают сторис, прочую историю, но никто ничего не выкладывает. Потому что можно только после того, как вы все это увидите по телевизору. Теперь вы смотрите мой бьюти-влог о том, как нужно делать смоки-ай. Чтобы губы вот эти вот, ну, такие были пухлые. Только если можно не очень бледным, ладно, то нет. Любим под смерть. Так, а что мы с ресницами делаем? С ресницами? Да, нет, наверное. Нарачиваем. Нарачиваем, да. Нарастите меня, пожалуйста. Эти, из тушкана или кого, из кого там делают? Из белки, из морга. Из белки. Белкой бухать надо просто много. Вот так вот за буквально 3 минуты и суперумелые руки, обычный человек превращается в артиста. Спасибо большое. Вот, друзья. 5 минут. Так, всего лишь 5 минут с темной стороны силы. И все, можно идти блистать. О, Надежда. Смотрите, какая волнистая мошенники. У нас сегодня, ух, будем жечь. Надежда будет сексу давать на сцене, а я буду агрессией, да? Ну, какой-то такой, давай какой-нибудь такой. Сексуальная агрессия. Сексуальная агрессия. Готова? Да. Разживаешь? Я, ну, немножко. А сейчас будет у нас чек. Да. Как раз тебя поправим. Главное, чтобы поправиться. Да ладно, ты сто лет поешь. Нормально все будет. Нет, просто вот это-то я не пою. Мне когда низко, мне нужно, чтобы меня вывели. Они, видимо, смотри. А ближе попробую. А я близко же. Близко? Они просто убирают сразу звук. Ты слышишь, что громко? Убирают. А потом я-то пою там, где мне неудобно. И они его не прибавляют. Понимаете, тяжело жить на артисты. Никто нас не понимает. Нам когда громко, надо, чтобы громко было. Катика, чтобы тоже громко было. Нам надо, чтобы было всегда громко. Смотри, что дела великие. Клей берешь. С праздником берешь. Клей вот так, хоп-хоп. Подули, посушили. Потом раз на кудряшечку. И все, видишь, уже кудри у нас. И грибли. Потом раз и на лысо бреешься. Ничего страшного. Ничего страшного. Подумаем об этом потом. В принципе, я уже готов. Мертвый солдат и живой солдат. Друзья, я не знаю, как начать. У меня важная новость. И это далось мне непросто, если честно. Я не спал несколько ночей. Думал, как же правильно преподнести, чтобы вы поняли, слышали. В общем, я на газоне. Привет. Привет. На фабрике. Это Александр Шевчук, главный стилист проекта «Голос». Смотри. Каким ты был. Это фабрика звезд. Это я рисовал усы. Это я играл в Николаева. Абсолютно. Слушай, прикольно. А колдун какой был. Смотри, прикольно. Это главный стилист вообще всех творческих проектов. Первый канал Александр Шевчук. Начиная с фабрики звезд 2006 года. Он занимался стилем, одеждой всех участников, всех фабрик, голосов. Все, что происходило на Первом канале, все его рук дело. Большинство. Только лучшее. Самое хорошее. Знакомьтесь, это Виктория. Это наша мамка на время проектов. В смысле, она не то, что торгует нами, а она просто нас ебёт. По моему внешнему виду можно понять, как я хорошо отношусь к Роману, стою с ним в маске рядом. Доверия нет никакого. Ладно, я сниму, так и быть. Вот, поэтому Виктория занималась постановкой всех. Да, гениальный кивок в ногу. Да, она нас ругает, хвалит. В общем, она к нам... Хвалю реже. Ну, на самом деле, не хвалит вообще, если честно. Не, Рома красавчик. Рома прямо. Не, а про всех остальных, а все остальные не очень. Не, ну не, конечно. У нас крутая команда. Это же твой влог, Рома красавчик. Они же его тоже подают. Не, у нас суперкоманда, вообще, молодцы, что все пришли. У нас вообще команда победителей. Все круто, ребята. Я надеюсь, что это хорошо. Амата. За деньги только, извините. А, мы идем снимать приветственное слово, не знаю, как это называется, с профайлой с Нагиевым. Сейчас нас поведут, нам там не разрешат опять ничего снимать, но мы это попробуем. Да, там живут маленькие гномы. Очень хорошо, супер. Мы находимся в waiting room и, в принципе, здесь не очень можно снимать. Мы абсолютно обнаглели. Чуть-чуть поснимали. И сейчас перепутали фамилию одного из участников нашего друга. Его назвали Жан Миллиметров. Он сказал, что он как минимум сантиметров. Это может быть и километров. А вообще он миллимеров. Не, а теперь и все. Это на всю жизнь. Миллиметров? Это на всю жизнь, реально. Это вот такие вещи. Они прям просто портят жизнь человеку навсегда. И, Жан, запомни человека, который испортил тебе это навсегда. Это он. Да. А я жена Романа Архипаева. Все женские сердца разбиваются напрочь. Или мужские. Почему мужские? Нет, я не в этом смысле. Рома, задумайся. Я не в этом смысле. Ром, прости. Я не то хотела сказать. Сегодня зачем ты сюда пришел? Подержать мужа. Послушать, как он красиво поет. Посмотреть на других участников. Есть чем гордиться за своего мужа, помимо его участия? Конечно. Например? Например, секрет. Его прическа? Я буду держать это втайне. Кто сегодня придет еще поддержать? Придут хоккеисты. Придет моя сестра. Ромин папа здесь. У меня два вопроса. Это через постель или за деньги? В смысле? Здесь он? Да. Вообще никаким образом. То есть он отправил заявку и получилось так, что он прошел? Да. И сказал мне уже, когда у него была съемка, пригласил меня сюда за час. Папье пошел на голос. Зачем? Говорит, ну я пока здесь все равно в России. Поэтому больше время терять. Пойду схожу. Ну сходи. Получится, получится. Когда он начал петь? В раннем детстве, я думаю, лет шесть. Потом не пел вообще. Лет до восемнадцати. А потом опять. Я отец, у меня есть маленькие дети. Что мне нужно сделать, чтобы мой ребенок начал петь? Вы ничего не сможете сделать, потому что это должно быть от его желания. Это его стремление, его жизнь. Вы ее не проживете. Вы можете только направить. И быть готовы к тому, что сначала вы будете ходить на фигурное катание, потом на гимнастику, потом на музыку. И когда вы увидите, что у ребенка загорелись глаза, только тогда вы должны уже выкинуть кайки и вести на гимнастику или выкинуть пианино и вести на фигурное катание. Я немного осудомлен тем, что вы немножко разбираетесь в шоу-бизнесе. Немножко. Да. И вопрос такого характера. Были бы у вас попытки каким-то образом направить, подсказать ему, каким образом нужно двигаться в шоу-бизнесе и как себя вести? Либо какое направление выбрать? Петь, играть, танцевать? В самом-самом начале, только лишь это 15 лет назад, я сказал свое мнение. Самое главное, что он всю эту профессию знает с раннего детства. Он с 6-7 лет ездил со мной на гастроли по всему миру. Он видел всю эту жизнь изнутри, каждый день, каждый час, каждый минут, и днем, и ночью, и со всеми приятными моментами, и тяжелыми, и как бы не очень приятными. Поэтому ему объяснять ничего не нужно, он уже сам в состоянии был анализировать, и он умный мальчик был всегда, и мне казалось, что я ему настолько доверяю, что он сам сможет это определиться. А еще такой вопрос, учитывая ваш многолетний опыт, ваш чуйку, есть ли шанс у Ромы сейчас пробиться дальше? Нет, к сожалению, нет. Потому что такие люди не нужны на протяжении всего проекта. Медийные люди, которых взяли, они нужны для того, чтобы проект хорошо стартанул, и люди, включив первую программу телевизора, увидев знакомых людей, так или иначе, будут уже заинтересованы смотреть этот проект, мотивированы уже, наверное, после второго этапа, наверное. Такие люди уже не нужны, скажем, ни наставникам, ни руководству, да, потому что они хотят зарастить новых, более послушных. Нет, перспективных нет, тут трудно сказать. Ну, новые лица, новые голоса, то есть Рома, что Рома и так хорошая узнаваемость, его знают и зрители, и те, кто определяет, что он видит. Может быть, это второе дыхание? Нет, это исключено. Ну, вторая фамилия Рома помешает, наша с ним фамилия, да, то есть это технически не может быть такое, что победил тот или иной проект Романа Архипова, да, потому что это, ну, сами понимаете. Да, 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 и будут все говорить, а, папа там решил, договорился, да. Сейчас ему не нужна эта победа, я так думаю, и он сам это понимает, ну, как бы раскрыть себя с новой точки, посоревноваться, почему нет, уже в таком, грубо говоря, зрелом возрасте, да. Ничего не зависит в данный момент от него. Зависит очень-очень мало, все остальное, это надстройка механизма шоу-бизнеса, которая перемалывает все, что угодно, и тут неважно, как ты поешь, неважно, как ты поешь, или тенор ты, или там поешь какие-то партии немыслимые, это мало кого интересует. Это, вы понимаете, что это допрос, да, сейчас у меня происходит, я сижу под лампочкой, как военнопленный, о чем такое из шпионского фильма. Вот, у нас репетиция. Вот, а что я хотел сказать, мы с Надей вот тут пытались репетировать, пока не вмешались наши друзья-цыгане и устроили праздник, больше репетировать не хочется. Снимайте, пожалуйста, до меня. Просто пошли его, нахуй, все, скажи. Ну все, давай. Ребята, репетиция. У них-то все понятно. Иногда так приятно, когда тебе говорят, на, поснимайся, вот в этом. Главное не уехать домой с этим. Все, нормально? Очень красивая концовка, вообще, когда... Главное, глаза скосить в этот момент. А теперь еще три часа и выступаем. Где-то. Это репетиция, да. Нормально, ну, как бы есть переживания, потому что новые какие-то указания, надо все в голове уложить. Оркестр, музыка, то, все. Свет, куда прийти, куда уйти. На репетиции я доволен. Партнерш у меня замечательный, поэтому все круто. Ребят, буквально несколько минут осталось до нашего выхода на сцену. И вот теперь начался настоящий мандраж. Потому что страшно не пройти дальше, а именно сделать что-то не так. Потому что там сложно туда ходить, сюда не ходить. Тут точка, тут вот это. Тут еще меня Надя бьет ногой, я должен устоять. Ну, вот, в общем, поэтому, конечно, не хочется расставаться, потому что мы все подружились. И не хочется. Но, тем не менее, уже, блядь, ночь. А мы здесь сейчас у дня. Мы очень устали. Но, несмотря на это, мы все равно выйдем и грянем по полной. Роман, здравствуй. Сейчас у вас, у вас на парке возьмем интервью. Да, хорошо, хорошо. Да, пойдемте. Да, да, сейчас. Фух, волнительно, ну, было круто. Слушай, ну, было лучше, чем на выступлении. Ну, понятно. Чем на рептицах. Не, ну, эффект концерта всегда другой. Адреналин и прочее. Фух. Наконец-то этот день закончился. 12, ой, 10, 15. Вот, иду переодеваться. Я точно не рассчитывал выигрывать этот конкурс. У меня всегда задача во всех таких мероприятиях просто прийти и всех удивить. И у меня это получилось. И я каждый раз воплощаю свои какие-то задумки, которые раньше негде было воплотить. А прийти на первый канал и сыграть металл, извините, ну, как бы, наверное, еще до этого никто и не делал. Поэтому. Ром, ну, мы же хорошо все спели. Это все отлично, Мнадюша, ничего. Да я говорю, я абсолютно в этом плане. Как бы, это же программа такая. Потом, ты понимаешь, вот, у меня точно не было задачи здесь, как бы, побеждать, там, что-то делать. Я все время, знаешь, я что, на «Фабрике звезд» играл, играл рок. И это больше тогда вообще никому не разрешили. Я первый, наверное, кто-то. Я думаю, что первый канал такого еще не видел, по крайней мере, «Голос» точно. Ребята, вы были со мной за кулицами «Голоса». Мы тут немножко постебали людей. Вы посмотрели, как это все происходит. Мы круто выступили. И мы двигаемся дальше. Дальше будет только интереснее. Спасибо.